17 секунд назад в городе Каене на новом великолепном стадионе Мишель Дарманов начался очень интересный товарищеский международный матч. Матч между сборными командами Франции и России. Наши футболисты у ворота справа, их белые, в футболке в основном немножко синего цвета, есть синие трусы и белые гетры. Состав нашей команды. Вратарь Станислав Черчесов, Динамо Дрезден. Да, Станислав перешел в германский клуб и уже провел несколько товарищеских матчей. Второй номер Дмитрий Хлестов, Спартак Москва. Капитан команды Виктор Ановка, номер 3, Спартак Москва. Четвертый номер Андрей Иванов, Спартак Москва. Под пятым номером выступает Андрей Кончельский, Манчестер Юнайтед. Шестой номер Сергей Горлукович, он представляет клуб из Германии, Байер Юрдинген. Седьмой номер Игорь Ледяков, Спартак Москва. Валерий Карпин, номер 8, одноклубник Ледякова, Спартакове. Девятый номер у Андрея Пятницкого, он тоже Спартаковец. Дебют Александра Пятницкого в сборной команде России. Сергей Юран, номер 10, Бенфика. И под одиннадцатым номером выступает еще один Спартаковец, Дмитрий Радченко. У него, значит, одиннадцатый номер. Павел Садырин, главный тренер нашей сборной, его помощники Юрий Семин и Борис Игнатьев. Вновь атакуют французы, и мяч сидит у Лешаварова. И пока еще одна пауза, несколько слов об этом стадионе. Мишель Жарнано построен совсем недавно. Пять дней назад здесь был проведен первый матч, матч чемпионата Франции первого тура. Местный клуб Каен играл с местом. В 18 месяц устроили этот стадион. Великолепный стадион, 22 тысячи вмещает. Очень красивый, чисто футбольный. Называется он Мишель Зарнано в честь политического деятеля, который водотворно работал в Нормандии, в этом департаменте Кальвадос. Но он умер, в честь него назвали этот стадион. Итак, все, внимание к футболу. Карта. Французы очень быстро проходят, пытаются. Два раза удалось сейчас проходить в центр поля. Ановка. Сегодня мы обратили на внимание уже по первым моментам. Сегодня Сергей Горлукович в роли свободного центрального защитника. Перед ним находится Ановка. Справа, Клистов, слева. Просите, спорная Россия такой. Ратченко съет и не попадает в ворота. Ну что ж, атака была хорошей. Дмитрий Ратченко давно уже не играл в сборной. Давно. Спартакеты появились совсем недавно. Одна травма, другая. Но тренеры Павел Садыр, милопомощник, очень хотят, чтобы Ратченко почувствовал себя настоящим игроком сборной России. Вот дали ему возможность. И вот эти первые минуты показывают, что Ратченко в хорошей форме. Хороший пас. Папе в кое-штабе в площадку и сразу бьет. Черчесов видел, где мяч. Спокойно на всякий случай протянул руку, чтобы подстраховаться. Но мяч летел рядом со штангой. Хлестов. Положение вне игры нет, показывает орбита. Папе в штрафе в площадке. Угла в Ратарске. Броссельный передач и гол. Мартель сбьет. Две атаки превосходно провели французы. Вот эта атака, которая завершилась сильным ударом, вызвала бурю аплодисментов. Мы смотрим повтор этой комбинации. Метром 18 до ворот. И Дешам. Шантона выход один на один. И еще один бой. 2-0. Очень похоже на ту ситуацию, которую брал вчера в матче нашей молодежной команды. Наша молодежная команда проиграла, правда, не с верстником. Обыгрывает защитника. И мяч летит. Гол. 2-1. Бил Кончельский. Попал мяч защитника. И 2-1. Так что, я думаю, что мы сегодня много интересного с вами увидим. Как быстро развиваются события. 25 минут еще не сыграно, а уже три мяча мы увидели. Мяч задел по дороге Лорана Блана. Изменил направление. Но Кончельский молодец. Обыграл одного защитника второго. Дальний удар. И это вызывает аплодисменты. Легион, Дешам. И все отходят назад. Кто же атаковать-то будет его? Ну что ж, еще раз проверили бдительность Черчесова. Не столько французы, сколько мы вместе. И наши защитники, которые все время отходят назад. Финальчик. Финальчик. Ну, я думаю, что... Ох! Ну, второе... Ну, где же защитники? Второй удар это уже с игры. Блестяще сыграл... Черчесов. Вот они как блестящие. Ну... Юран, налево. Налево свободен Радченко. Сам ударил. Ну что ж, неплохо. Неплохо. Юран. Упал Юран и пенальти. Справа арбитр. Одиннадцатиметровый удар. И мы ноль пяти, по-моему, сбила. Ну, мы сейчас посмотрим, кто же там. Пяти вот слева. А шестой номер легион справа. Вот так совместными усилиями уложили на лед нашего Юрана. Перед игрой я, кстати, спрашивал у Павла Садырина, кто будет в пенальте бить. А он мне говорит, а ты думаешь, будет в пенальте? Я вот был уверен. У нас кто угодно, любой может пробить. И Пятинский, и Карпин, ну, бьют Карпин. Итак, Бернар Лома и Валерий Карпин. Да. Вот я не случайно на тренировке, на тренировке спрашивал, что будет, и тут видите. Не так-то просто переграть этого великолепного вратаря. И то, что удалось французам, Папен добил, значит, не удалось нашей команде. Добивал, правда, уже Юран. Ну, то, что он сдвинулся раньше времени, это мы видели, но мы видели также и Черчеса сдвинуться. И теперь арбитры не обращают это внимание. Счет не изменился. Жаль, конечно. Дешан. Созе. Уже ниже. Много сегодня работы. Много сегодня работы у нашего вратаря Санислава Черчесова. Шел во втором тайме. Атак почти нет по флажам. Гравлен спас направо. Француз атакует. Удар 17 метров. Черчесов в прыжке ловит мяч. Он подешел мимо ворота. Фраз. Станислав поймал ночь, чтобы можно было скорее вести его в игру. И он подсказывает партнёрам, чтобы они шли вперёд. Такое впечатление, что силу уже у наших футболистов. Совсем немного осталось времени только для мяча. Напомню, что мячи забивали в первом тайме Созе, Кантуна, Канчельски и Попел. Француз атакует мяч. Иванов выбивает через перекладину, собственно, и вот ещё угловой. Ну и напомню, что во втором тайме наша команда получила право на финальке, но неудачно, неудачный удар. Карпин, вратарь Лама отразил удар. И на этом всё. Репортаж наш закончен. 3-1 французы выиграли, но я с вами пока не прощаюсь.